Привет, мои хорошие, с вами Селена, и я рада вас приветствовать в новом, в новом 2020 году! Вы чувствуете, как всё новое и совершенное и прекрасное окутало нас в новом году и просто закружило куда-то в невероятные приключения и перемены? Я это очень сильно чувствую! Муа! Там такие манго шикарные, там египетские, ещё какие-то, просто на 300 рублей два вот таких огромных манго можно купить. И вообще там много всего интересного, Вкус Вилл, классный магазин. Я о нём так особо не думала, что он там классный какой-то, сейчас покажу пакет. Вот, думала Вкус Вилл так, а Вкус Вилл, Вкус Вилл. Единственное, что я там хотела купить всегда, и думаю, когда зайду, обязательно надо найти. Это очень интересный освежитель воздуха, который я унюхала у своей подружки в Москве. И мне как раз они сказали, что они взяли его Вкус Вилл. И это был, давайте я его сразу и покажу, раз я уже начала о нём говорить. Вот он, вот он вот такой большой, стоит он чеки, стоит он 181 рубль, но он достаточно большой, 400 мг объём. Вкус Фейхуа, водный освежитель воздуха, экологичной формулы на основе косметических компонентов и эфирных масел. Не содержит спиртов, химических газов, пропилентов. Подходит для использования в доме, автомобиле на текстильных покрытиях. Короче, я просто у них унюхала в туалет, когда заходила. Я говорю, что у вас там за такой аромат? И в общем, я тогда держала ещё в голове, это, честно говоря, у них уже год назад была в гостях. Целый год я думаю об этом освежителе воздуха, что его надо купить. У меня мама в гостях как раз. Уже хочешь понюхать, да? Уже крадётся. Сейчас. Так ли он пахнет? Он прям такой кислинко-сладкий был. Ну-ка, нюхни, мам. Ты чуешь? Нос свой покажи. Всем привет! Всем привет! Ну как тебе? Да, такой необычный приятный запах. Да? А что это за фрукты? Фейхуа. Ой, классно. Мой хочешь? Нет, нет, я поздороваться, всем привет, я пошла. А что, очень много, кстати, пробовать можно. Может, ты присоединяешься? Иди, одень кофточку. Сейчас мама к нам присоединится, будем вместе пробовать. Мама приоделась, сказала, что вот этот халат нравится её зрителям. И поэтому она с ним. Так, мам, короче, тебе Фейхуа понравился, да? Да. Это, кстати, мама моя блогер тоже, она ведёт свою страничку, свой канал. Ссылочку на её канал я оставлю под видео. Она там готовит, также снимает влоги, так что у нас будет это. А почему ты вот ниже меня? Ты как-то... Потому что ты сидишь вот так. Посмотри, я сижу ровненько, а ты сядь же так же ровненько. Ну, я не хочу так. Почему? Может, тебе подушечку подпопу положить? Я ну-ка возьми вот так вот. Давай, давай, не ленись. Повыше, чтобы мы на одном были... Вот. Так, итак, следующее, что я взяла. А, ну, тот самый манго, о котором я вам говорю. Кстати, там были российские какие-то... Попробуй, мягенькие. Мама всё на нюх. Я всё на нюх. Там были российские, они стоили 195 рублей килограмм, по-моему. Да. И были египетские. Они в отдельной корзинке лежали. И я взяла... Они стоили 300... 300 с чем-то килограмм. Я взяла, естественно, египетский. Так обычные манго российские я знаю как, а вот египетский мне захотелось прям попробовать. А у нас что, манго выращиваем? Ну, он, может, не российский там? Не, может, он просто какой-то европейский там или какой-то. Какие манго бывают? Но этот, он более грязный. Те были чистые по 195, а этот грязный за 300. Ещё и помыть его надо, понимаете? Зато большой. И дороже, понимаешь? У него какой-то... Ну, может, потом, что большой супервкус должен быть. Мы сейчас его почистим и попробуем. Или в конце попробуем. Нет, сейчас попробуем. Я нарезала наш манго. Мама, кстати, сказала, что она говорит, я пила всякие напитки и вкусняшки с манго, но вот так его не пробовала. Поэтому она нарезала маленькими кусочками, и она говорит, вдруг мне не понравится. Ну, бери маленький кусочек. Я не помню, пробовала или нет, честно говоря, но как бы я его не покупаю обычно. Ммм, прикольный. Что напоминает? Между персиком точно, да? И ананасом. Вот что-то есть. Даже ананас напоминает прям чуть-чуть вкус. Да. Но очень вкусный, честно говоря. Спелый, хороший манго. Ну, он такого и вкуса. То есть... Да. Я поем его. Буду есть. Я ей сказала, порежь немножко небольшими кусочками, а вдруг мне не понравится. Немножко небольшими. Вы понимаете, в кого я? В Старый Новый Год. Уходит Старый Новый Год. И это я говорила в своем видео. Поехали дальше. Много интересного. Смотри. Сосиски. Это, точнее, сардельки. Сардельки детские. Я прочитала состав. Без яиц, без молока. Хотя, слушай, можно яйца и молоко детям, да? Ну, здесь без яиц и без молока. Состав. Говядина. Я и для себя еще думаю, да, говядину можно. Мясо птицы. А какой птицы? Филе индейки. Не просто вам курицы, да? Вода питьевая. Соль. Пищевая. Соль пищевая. Пищевая добавка в скобочках глюкоза. Экстракты из натуральных пряностей. Еще в скобочках мускатный орех. Перец душистый. Ну, вот единственная из состава меня смутила глюкоза. Это сахар. Ну, это что касается для меня. Потому что я сейчас сахар не употребляю, потому что я худею. Но я думаю, что здесь его, честно говоря, немного. И даже такие сосисочки можно мне. Состав прям шикарный, да? Ничего лишнего. Ну, да. Да? Для ребенка нормально, я думаю. Срок годности 30 суток. И вот сегодня, Денька, сейчас мы с садиков его заберем. Я дам ему попробовать. И мы с мамой сейчас тоже попробуем вот эти сосисочки. Если он не съест, мы доедим. Мы доедим. Вот я и подумала, что да, если ему не понравится, вообще я ему взяла. Если ему не понравится, я это дело съем. В общем, сейчас откроем и попробуем. Тебе интересно? Мне не интересно. Они, кстати, какого-то бледного цвета такого. Мне интересно вообще вкусно. Ну, значит, не крашеные. Да. Сейчас попробуем. Открываем сосисюны. А что, мы их с тобой сырыми будем пробовать? Ну, да. Ой, тарелку! Тарелку! И малюсики сардельки. Сейчас мы с мамой... Я ножницами прям все расковыриваю. Попробуем, да? Пробу первое. Так, ну пахнет неплохо. Вроде даже аппетитно, да? Нормально запах, да. А вкусно, други мои? Вкусно, только гадости там какой-то не хватает. Я надеюсь, Денечке понравится. Да? Ну, а свинять сами съедим. Вкусные детские сардельки прям... Мне то, что надо. Прям мне нормально. Что, тебе правда гадости не хватает? Ну, гадость я имею в виду ароматизаторы, там, усилители вкуса. Красители. Красители. Ну, гадости не хватает, да. Мне все хватает, мне прям хватает. А так нормальные, да. Хорошие. Следующее. Это вот такая грудка индейки сыровяленая. Так, а цены? Цены, короче, я буду здесь писать где-нибудь, вот, между нами. Или вот здесь. Или внизу. Или внизу. Где-нибудь буду писать. Почему я беру еще вот такую индейку? Я еще беру такую говядину. Потому что все время вот мы индейку берем, да, все время. Что она там, вареная, пареная? Ну, максимум тушеную сделаем, да? Так, чтобы без масла. И все. А как еще индейку? Ну, ты-то, понятно, ты-то ешь все. Я сейчас все ем. Да. Мама, все. А я не все ем. А мне нужно разнообразие. А говядину мы вообще не покупаем. Мне, чтобы начать худеть, мне нужно собраться с духом, потому что я знаю, что я много всяких вкусняшек буду лишать себя. Я сейчас прям вот не лишаю себя с удовольствием. Ты как это, знаешь, как перед смертью не надучишься. Это точно. И ты хочешь наесться перед диетой, да? Ну, наверное, да. Мне надо собраться с духом. Ну, ладно, ты пока собирайся, а я вот себя балую вот такими вкусняшками. Это индейка, филе, то есть сыровяленое, да? Ничего, мне можно ее, правильно? Конечно. Какой состав тут? Так, посол с сухими натуральными специями без добавления воды. Содержание белка обеспечивает не менее 20% энергетической ценности продукта. И состав, что? Филе, грудки, индейки, соль, пищевая, комплексная пищевая добавка, пряности натуральные, молотые и овощи сушеные, можжевельник, перец черный, кориандр, чеснок, майоран, корица, мускатный цвет, гвоздика, цвет, цвет, гвоздика, имбирь, перец душистый, лавровый лист, тимьян, экстракты из натуральных пряностей, мускатный цвет, мускатный цвет, можжевельник и антиокислитель, аскорбиновая кислота. Все. Очень полезно, а главное, мы сейчас попробуем, насколько же это вкусно. Интересно тебе? Интересно. Открывай. Попробуй. Вот такие мы голодные, просто вдвоем растербанили эту. Ну что, может это ты первая? Тоненькие такие, смотри. Тоненькие, да, хорошо. Для дегустации как раз то, что надо. Понюхай, как пахнет. Ну копчу, у нас есть запах. Ты хочешь целую съесть? Ну я думаю, съедим целую. Ну давай. Что ты думаешь, не потянем? Ага. Я буду долго жевать. Я тоже. Вкусно, очень вкусно, но вот этот ободок, который тут сверху, он плохо жуется. Мы его не смогли прожевать. Да, он жуется, но он дольше жуется. Да. Как резинка. Да, резиновая. В общем, вкусно, солено, да. И тоже здесь, ну и состав хороший. Но не пересолено, нормально. Нормально. Как и положено. Ну, для сервировки стола, мне кажется, да, вот так выложил аккуратненько, и прям в прикусочку. Надо бы порезать просто полосочки. Да, порезать еще поменьше, и мы прям сегодня на стол поставим, да. Поставим. Все, одобрялся, одобрялся. Следующее, чем я тебе буду угощать, это вот такие чипсы из ламинарии с луком. Я ламинарии не люблю. А что такое ламинарии? Ну, это что-то растет в морское такое. Да, это морская водоросль, да? Да, молодец, ты у меня какая умненькая мама. Ой, какая умненькая. Да, и самое интересное, а мне ламинария, я не помню, хотел сказать, а мне ламинария нравится. Только я не помню ее вкус. По-моему, у ламинарии это морская капуста. Возможно. Вот эти вот зеленые. Ну да, я просто помню, что делалось и обертывание ламинарии, вот это я помню. А вот чтобы я ее попробовала, зеленая водоросль, она и есть. Ладно, короче, тогда мне нравится, я люблю чипсы из ламинарии. В общем, здесь прям расписана даже пищевая энергетическая ценность на 100 грамм. Килокалории 548. Интересно, это много или нет? На 100 грамм многовато. Да? Ну ты же 100 грамм не съешь сразу. Ну да. Здесь всего, здесь даже вон нету 100 грамм. Здесь 90 грамм, да. Белки 18, жиры 36, углеводы 35. А килокалории 548. Ну по чуть-чуточки, просто радовать себя. Да? Да. Смотрите, как они выглядят. У них очень необычный такой вид. И там еще были такие же с морковкой, а с морковкой они в оранжевую крапинку. В общем, мне интересно попробовать. Тебе интересно? Ну я, может быть, отщепну маленький кусочек, маленький, на зубочек попробую. Только соль почувствуешь, наверное. Ну я вкус почувствую, ничего. Ладно, открываем? Открываем. Ты откусываешь? Слушай, вау, как пахнет. Пахнет вкусно, привлекательно. Ну давай напополам. Не, мне маленький кусочек, отщепни, маленький. На, вот такой? Да. Его даже не видно в камере. Мне хватит. Ну а я нормально кусану. Вот зачетные чипсы. С луком. С луком. Я лук чувствую. Кстати, вот эти вот водоросли я не чувствую. То есть, если бы я не знала, что они из ламинария, да, я бы не догадалась сама. Блин, девочки. Первый раз что-то подобное мне так нравится. Прикольненькие. Не острые, ничего. Все нормально. Можно еще даже съесть кусочек. Остался там? Смотри, они очень калорийные. А. Нет, тебе можно, кстати. Не калорийные можно, да. Мне просто острая нельзя, и кислая нельзя. Ммм. Состав. Ламинария беломорская сушеная. Семена подсолнуха. Семена льна. Лук свежий. Соль морская. Перец черный молотый. Та-дам! Одна полезность. Вот потому что ламинарии сушеные, наверное, поэтому я и не почувствовала их такого явного вкуса. Не жареная ламинария сушеная. Да. Блин, класс! Ну, прикольные, вкусненькие. Вот это рекомендую точно вкусвилл попробовать. Очень классные. Даже я одобряюсь. Одобряешь. 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 Следующий продукт – это хлебцы кукурузные. Кстати, там было очень много разных хлебцов в этом магазине, но пшеничные и ржаные. А это, по-моему, глютен. Да? Глютен в ржаной пшенице тоже же есть. Ну, в пшенице есть, а в ржаной, там, может быть, его меньше. Ну, короче, я как-то открыла, типа, глютен где содержится, и там была рожь, пшеница и еще что-то. В общем, кукурузную крупу мне можно. Полезно при похудении, при сушке. Поэтому я выбирала кукурузную, либо из чего еще? Из чего-то еще я выбираю эти хлебцы. Ну, в общем, это кукурузные, и здесь состав вообще очень такой. Вот, крупа кукурузная, соль морская, ядированная. Все. Может содержать следы глютена, но это, мне кажется, мелочи, да? Ну, это следы. Это следы. Это следы. В общем, выглядят как чипсики солененькие. Мне очень интересно попробовать. Открываем? Попробую. Давай. Интересно, мама скажет, когда... Нет, не открываем. Ну, как мне, что-то попробовать, тоже интересно. И вам интересно. Всего интересно. Ладно, открываем. Красиво выглядят такие желтенькие, да? Цвет приятный. Да. Я всегда на нюх сначала. Держи. Давай. Вкусно пахнет. Вкусненькие, да? Ну, такая у них очень легкий аромат, не то что у ламинарии. Хлебцы. Хлебцы. На вкус как хлебцы. Ну, да. Причем не жесткие, мягкие, согласись. Они мягкие, они не соленые. И не сладкие. И не острые. Шикарные. Вот они какие-то вот... Прям что-нибудь намазал сюда, положил кусочек. Я знаю, мы на стол положим. Я сделаю такие, знаешь, типа снеки, что-то, да? Я сюда сделаю рикотту. И сверху креветочку, например. Ну, в общем... Это для меня. Да, да. Это вот как вместо хлеба, если кто на похудении. Вот. Они не имеют какого-то явного вкуса, да? Чуть-чуть кукуруз... Кукурузные. Знаешь, как вот попкорн, когда он не соленый, не сладкий, никакой. Никакой? Да. А стоит оно вообще недорого кукурузное. 54 рубля вот такая стоит. Их много здесь, кажется. Одобрямся тоже. Офигенный состав. Просто ничего нету, кроме кукурузной крупы и соли. И воздушно так сделали, да? Угу. И 54 рубля стоит. О, снеки на стол будет. Это тебе вместо хлеба. Да. Я же ем, да. Ну и последнее, что я взяла. Я подумала, что это как раз очень полезно и классно. Это смесь из семян для салата. Я как-то смотрела одного блогера, она все время готовила какие-то салатики и все время вот такие смеси добавляла. А что сюда входит? Выглядит очень красиво. Прям я вижу здесь, что... Вот что ты видишь? Обычная семечка есть. Кунжут я вижу. Кунжут. Кунжут. Что еще? Там семя льна, по-моему. Семя льна. Давай прочитаем состав. Не будем гадать. Давай. Ядра семян подсолнечника сушеные. Ядра семян тыквы сушеные. Семена льна. Семена кунжута белые. Вот и все. И мне кажется, это прикольно, допустим, салатик. Вот сегодня мы сделаем салатик и добавим туда, да? Ну, я свои салатики уже сделала. Классический винегрит и классическое оливье. Это я сделала, я буду есть. Ты, может быть, попробуешь чуть-чуть. Я чуть попробую. А ты уже сделаешь салат какой тебе диетический, что там тебе можно. Ну, я просто думала, ну как вот без винегрита и без оливье, как Новый год. Это же должно быть на столе. У тебя должно быть. У меня бы не было. Если бы не мама, у меня бы на столе не было. В общем, вот такие семена можем сейчас тоже ложечкой чуть-чуть попробовать. Да? Ну, попробуешь. Я, наверное, не буду. Я их знаю на вкус и, в общем, так не хочу. Ладно, я попробую. Ножнички возьми, сейчас рассыпешь семечки. Я только что берала. Да, мамочка все убрала. Такая красота тут у нас. Упс, ложки нет-то. Я вот так возьму щапотку. Ну, семечки как семечки. Обычные. Не соленые никакие. Вот как раз к салату, да. Идеально к салату. Кстати, эти семена стоят тоже 49 рублей. А мне кажется, далеко не на один салат. Там салатов на 10-20 хватит. Ну, смотря кто сколько. Ну, да. Вот. Вот и все, мои хорошие. Ну, как тебе покупочки с Кусвилл? Я потратила на все это 1037 рублей всего. Вкусно и полезно. Вот что я скажу. Да, мне тоже нравится полезно. Потому что не всегда, когда ты берешь в магазине что-то полезное, оно на самом деле вкусное. Как совсем недавно я покупала, да, в ленте много чего. И просто лежит, и я не ем, потому что оно не вкусное. И даже не всегда там полностью полезное. Ну, здесь вот все мне понравилось. Даже неожиданно. Думала, не все понравилось. Что сейчас мы из этого с тобой будем есть, когда выключится камера? Ну, я не знаю. Посмотри, что ты хочешь. Манго хочу. Я так и знала. Все, мои хорошие. Вот такие были покупочки. Еще хотела спросить у вас, если вы что-то берете именно в Кусвилл. Потому что для меня этот магазин все-таки новый. И говорят, что там что-то прям продается, бывает классное, да. Если вам есть что порекомендовать, и именно что-то вы берете в Кусвилл, мне тоже рекомендуйте. Скажите, что и почему вы берете в комментариях. И я тоже, может быть, попробую. Главное, чтобы оно соответствовало моим требованиям. Мы с вами прощаемся. Еще раз вас с Новым годом поздравляем. Переходите на канал Мамы. И на мои все каналы многочисленные. И мы вас любим и целуем. И пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.